Михаил Воробьев, председатель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры. Он рассказал, месяц назад поступила информация, в деревне Белавина нашли давно утерянную надгробную плиту. Раньше она стояла на могиле известного историка и экономиста Ивана Кондратьевича Бабста на кладбище в деревне Белавина. Надгробие обнаружили местные жители. Неравнодушные жители, они могли бы мимо просто проехать и не обратить на это внимания. А вот есть там такие вот супруги Барановы, Татьяна Николаевна и Алексей Михайлович. Они обратили внимание, что памятник появился, стоит бесхозный у обочины дороги. Алексей Михайлович с детства помнит этот памятник. Он с ребятишками бегал, они вокруг развалин церкви. И вот это их очень удивило, поразило. И они позвонили нам. Плита лежала недалеко от места пропажи. Кто и зачем ее украл, а потом вернул, неизвестно. Главное, что отмечают специалисты, она в хорошем состоянии и в реставрации не нуждается. На плите сохранилось две надписи. Имя, отчество, фамилия умершего и годы жизни Ивана Кондратьевича Бабста. Иван Кондратьевич известный ученый середины 19 века, автор многих произведений, получил прекрасное образование в Московском университете, преподавал в Казанском университете, был профессором Московского университета. Я, как один из ведущих экономистов Российской империи, был воспитателем и преподавал экономику для нашего императора, для молодого императора Александра III. Иван Кондратьевич Бабст – предпоследний владелец усадьбы Белавина. Теперь на месте некогда богатого имения сохранился лишь барский пруд. Поэтому так цена для историков и краеведов – это находка. Могильную плиту перенесли из Белавина в Солнечногорск и установили на территории Никольского храма. Краеведы уверены – уж оттуда ее точно не похитят. В дальнейшем сотрудники ВООПИК планируют присвоить надгробию статус памятника и вернуть ее на историческую родину – на могилу Ивана Кондратьевича Бабста в деревню Белавина. Татьяна Бау, Ревгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».